Итак, выбранная тема, историография в Танахе между мифом, историей и Медрашем скрывает, ее заголовок скрывает проблематичность того, чем мы будем заниматься. С одной стороны, большая часть книг Танаха так или иначе носит историографический характер, связана с теми или иными историческими событиями, на них намекает или напрямую ими занимается. С другой стороны, степень объективности изложения этих событий весьма относительно. Тексты, как правило, ангажированы, выражают определенную точку зрения или точки зрения, что, собственно говоря, свойственно вообще текстам. Но в данном случае, как мы увидим, это будет играть довольно существенную роль для понимания их. Вот. Потом, значит, как бы вот эти три понятия, о которых мы сейчас поговорим, миф, история и Медраш, это действительно как бы такие базисные понятия, которые, конечно, можно спорить в отношении к текстам Танаха. Но, значит, они как бы с одной стороны разделены, с другой стороны, они пересекаются. То есть не всегда можно определить, чем именно является тот текст, который мы читаем. Носит ли он характер мифологический, исторический, толковательный. Вот. Мы как бы сегодня посмотрим три примера, рассмотрим три примера, которые как бы будут своего рода таким введением. Но начнем, пожалуй, все-таки с определения понятий, которые сами по себе неоднозначны. Прежде всего, когда мы говорим миф, что мы подразумеваем, есть огромное количество разных определений мифа, начиная с его буквального значения в греческом языке рассказ, история. Но, как правило, сегодня я бы попытался бы определить миф таким образом. Опять же, повторяю, это длиннее спорное. Миф – это рассказ или история, которая носит формообразующий или основополагающий характер для группы людей, будь то нация, большая цивилизация, пласт культуры. Во всяком случае, это рассказ о неких началах, которые носят сакральный характер и в каком-то смысле задают темп всей дальнейшей истории. Это своего рода такие матрицы, в которых отражается все дальнейшее. Они воспринимаются как некоторая основа, на которой строится все остальное. И эти истории, конечно, отражают такие глубинные представления человека о бытии, о времени, о взаимоотношениях между миром и его создателем или создателями. И это как бы такое очень общее, очень общее определение. Дальше его можно конкретизировать. Но, во всяком случае, что характерно для мифа, наверное, это то, что с точки зрения историографической, его довольно трудно верифицировать, если вообще возможно. Миф может содержать в себе какое-то реальное историческое зерно, но при этом конечный продукт, сама по себе эта история уже не представляет собой некоторого изложения реальных фактов, а скорее рефлексию по поводу событий, представляющих ценность для тех, кто о них рассказывает и тех, кто о них слушает. Это что касается мифа. Теперь, что касается истории, то это, казалось бы, гораздо более понятная нам вещь. Это изложение некоторых событий, по поводу которых презумпция в том, что они происходили в определенный момент времени, в определенном месте и описаны то ли свидетелями этих событий, то ли какими-то уже историками, историографами, которые описывают их через какое-то количество времени пройденное и получают информацию из каких-то источников, будь то письменных, будь то устных. Как правило, мы предполагаем, что для того, чтобы те или иные исторические события, описанные, были как-то рефицированы, должны быть хотя бы два, а желательно больше, независимых источника, которые бы об этих событиях рассказывали. И сравнение между этими источниками может привести нас к какой-то реконструкции реальной действительности прошлого. Когда речь идет о Танахе, то с этим у нас все очень непросто, потому что до определенного момента верифицировать просто ничего невозможно. Условно можно сказать, что граница является конец, последняя треть девятого века до новой эры. Начиная с этого момента, как бы появляются параллельные источники. Вот как раз сегодня мы об одном из таких источников поговорим. А все, что до этого, скажем, все, что рассказывается в Торе, все, что рассказывается в книге Иошуа, все, что рассказывается в книге Судей, все, что рассказывается в книге Шмуэля, все это события единственным источником, о которых является сам Танах. Это проблема. Есть, конечно, определенные археологические артефакты, но они, во-первых, вызывают споры и сами требуют интерпретации. И мы, конечно, в дальнейшем коснемся некоторых вещей, связанных с этими спорами. Но, во всяком случае, надо понимать, что, когда мы говорим об истории или историографии в Танахе, это вещь весьма проблематичная. Теперь третье понятие – понятие Мидраша. Мидраш – это, с одной стороны, понятие, хорошо знакомое нам из арвенистической литературы, из литературы Хазаль. И при всем том, что его не всегда легко определить, поскольку этим словом называются разные вещи, начиная, скажем, от определенного жанра, кончая теми или иными литературными корпусами, все-таки интуитивно мы понимаем, что Мидраш – это некоторая система толкования библейского текста в литературе Хазаль. Система, которая прежде всего основывается на том, что толкователь не всегда, даже, как правило, не считается с непосредственным контекстом того текста, который он толкует, часто с языком, с синтаксисом, с какими-то историческими реалиями, он совершенно свободно, так сказать, вертит этим текстом и объясняет его, будь то текст законодательный, будь то текст нарративный. И в свое время, начиная со Спинозы, еще в XIX веке высказывались такие утверждения, что создатели Мидраша либо фальсифицировали, либо обладали очень дурным эстетическим вкусом, поскольку они абсолютно, казалось бы, не считались с текстом. В то же самое время я хотел бы обратить ваше внимание, что само слово Мидраш впервые встречается в книге Деврея Аминь, то есть оно встречается в Танахе дважды. Один раз во время пересказа истории о царе Ави, сыне Рахавама, а второй раз в пересказе истории о царе Иоаше, царе Иудеи Иоаше. В обоих случаях этот термин приписан в деятельности определенного пророка, в другом случае речь идет о Мидраше книги Млахим. Теперь, что значит это слово «тан»? Очевидно, что это какое-то описание, видимо, не просто устный текст, а текст записанный. Исходя из значения корня дорож, мы можем предположить, значит, у него есть несколько значений. Есть значение требовать, искать, есть значение исследовать, изучать. Вот, и возможно, что подразумевается изучение истории, изучение истории и ее запись. Причем в таком довольно вольном стиле, опять же, поскольку это встречается в книге Деврея Мима, о которой мы будем говорить, то стиль действительно способ рассказа, пересказа тех или иных исторических событий, описанных в более ранних книгах, очень вольный. И в этом смысле это напоминает нарративные стратегии мудрецов, стоит только разницей, что они текст не переписывали, поскольку текст был канонический, они его цитировали и дальше толковали. В то время как автор Деврея Мим и идущие по его следам авторы разных книг, написанных в эпоху второго храма и не вошедших в тонах, они как бы просто переписывают сам текст. Жанр, который принято называть на ивете Микрам и Шухтав, на английском The Written Bible. И опять-таки, поскольку речь пойдет о текстах, связанных так или иначе с историческими событиями, то будет очень интересно проследить, каким же образом и почему создается мидраж вокруг этих текстов, мидраж внутри библейский, внутри самого Танаха. Это, как бы, так сказать, некоторое общее введение. Теперь я на секунду остановлюсь. Если есть какие-то вопросы или замечания, то я буду рад их услышать, перед тем, как мы перейдем к конкретным примерам. У меня такой вопрос. Касаетесь ли вы мифа как особого языка, особой логики, которая отлична от рациональной, принятой научно-исторической логики? Что это за средство мифа, каким и как он образуется? Значит, я, прежде всего, принимаю то, что вы говорите. Разумеется, миф как литературный жанр, даже шире, как некоторое культурное явление, отлично, какого-то ни было, не строится на эмпирических и часто логических посылках, и поэтому говорит своим языком. Часто даже в литературе встречается такой термин мифопоэтика. Иногда подразумевается под этим то, что миф имеет некую поэтическую природу. И, опять же, я его немножко определил по-другому. Можно пытаться определять его, исходя из языка, но так или иначе, и мое определение в конечном счете приводит к тому же результату. Это не изложение истории, исходя из каких бы то ни было известных фактов. И это не что-то, что можно эмпирически верифицировать, подтвердить, а это некоторая рефлексия на тему, начало, которая на определенном этапе сакрализируется и становится своего рода прототипом всего дальнейшего, всего дальнейшего, что происходит. Вся остальная история проистекает из вот этого мифологического комплекса. Поэтому часто мифы занимаются историей божественного. Хотя и не только. Кроме того, нередко, хотя и не всегда, сегодня мы как раз это увидим, рождается такое явление, которое мы называем параллельной мифологией. То есть мифы как бы носят такой бродячий характер, они переходят из культуры в культуру, они в каком-то смысле универсальны. И как бы вот эти начала, при том, что все-таки они контекстуально, у них есть определенный национальный культурный контекст, но часто это как бы переходит к границе какой-то определенной цивилизации. Вот. Я думаю, что стоит все-таки привести какие-то примеры, тогда это станет ясно. Самое короткое, кстати говоря, определение мифа в свое время было прочитано мною у такого очень известного русского философа Алексея Лосева, который определил миф очень кратко. Миф – это чудо. При этом написал он об этом большую-большую книгу, которая называется «Диалектика мифа». И там он очень долго подбирается к этому определению. Но, как сказано у Бориса Пастернака, «Нельзя не впасть в конце, как ересь, неслыханную простоту», вот так и Квосев в конечном счете определяет миф как чудо. Не только в том смысле, что в мифе есть место чудесному, но что само по себе это явление является своего рода некоторым выражением антиэмпирического, чего-то, что противоречит законам природы. Значит, вот первый текст, который я хочу в этой связи упомянуть, это история о потопе, прежде всего, в Торе. Значит, как бы мы, читая этот текст, как и другие тексты книги Боришит, подпадая под какой-то шаром этих текстов, невольно воспринимаемые это, конечно, как тексты исторические, поскольку они повествуют, подают себя, как исторические тексты. Но при всем этом текст о потопе, рассказ о потопе представляет собой вот как раз такую историю начала, которая нам известна не только из Танаха, но известна из разных других источников. Я не буду упоминать все, я упомяну только наиболее близкие. Наиболее близкие – это источники Месопотамские. И в Месопотамии нам известно несколько историй о потопе, как о неком действии, которое смело человечество, некой глобальной катастрофе, которая смела человечество, и после нее это человечество возрождается. То есть в каком-то смысле этот рассказ примыкает к истории о неком цикле умирания и возрождения. Этот цикл может быть связан с жизнью людей и жизнью богов. Что касается Месопотамских историй, я хочу их кратко упомянуть, а потом сравнить их с текстом Торы. У нас есть, во-первых, очень древний шумерский эпос, дошедший до нас в крайне фрагментарной форме, видимо, с самого начала II тысячелетия до новой эры. Героем этого эпоса является человек-царь по имени Зиасудра, царь Шурука, царь, который, согласно шумерским спискам, является десятым царем от начала царств, и в его время происходит поток. Повторяю, этот текст крайне фрагментарный, из него ясно только значение имени героя. Зиасудра обозначает тот, кто живет очень долго. Там рассказывается о том, что боги наслали на землю поток, не очень ясно по какой причине, и что спасается один человек с семьей по имени Зиасудра благодаря вмешательству бога мудрости Энки. Теперь есть текст более подробный, который называется рассказ или эпос, или миф об Атрахасисе. Это текст Акадский, примерно эпохи царя Хамурапи. То есть это 1800-1700 годы до новой эры. На этот раз герой носит имя семитское. Атра – это слово, которое этимологически сходно со словом етер ивритским, то есть обозначает больше. Хасис – это слово, которое связано с понятием мудрости, то есть это мудрец Атрахасис. Значит, про Атрахасиса нам рассказывается, что когда боги создали людей, их стало очень много. Это сразу же напоминает нам то, что в Торе предшествует истории о потопе, где говорится, что люди размножились на земле, самое начало шестой главы. И только в отличие от того, что говорится в Торе, в эпосе об Атрахасисе рассказывается о том, что люди начали мешать, спать богам, в частности, богу Энлилю, и это приводит их к решению каким-то образом сократить численность населения Земли. Для этого используются разные способы, но все эти способы терпят фиаско, скажем, эпидемии, голод, пока не избирается потоп, как такое всеобъемлющее средство уничтожения. И опять-таки по той же схеме Атрахасис получает наводку от бога мудрости Эа и таким образом спасает себя, спасает свою семью. Надо сказать, что и этот эпос дошел до нас в довольно фрагментарной форме. Наиболее подробный текст, который я сейчас вам представлю, это текст, который дошел до нас в эпосе о Гильгамеше, причем в вавилонской версии, опять же, где-то примерно того же периода Староавилонского царства. И там герой потопа называется Утнапишти. Утнапишти буквально обозначает тот, кто нашел жизнь. Напишите это, собственно, как и слово ивритское нефеш, душа или жизнь. Вот я сейчас воспользуюсь возможностью сделать шер-скрин и представлю вам текст, мы не будем его читать весь целиком, но все-таки какие-то какие-то фрагменты мы посмотрим. Напишите, это человек, который получает вечную жизнь и получает он ее после потопа. К нему приходит главный герой эпоса, Гильгамеш, с тем, чтобы выведать, узнать у него тайну бессмертия. И напишите, рассказывает ему это, то, как он стал бессмертным. Он говорит, я открою, Гильгамеш, сокровенное слово и тайну богов тебе расскажу я. Он говорит о том, что он правил Шурипаки. И кстати, сам текст взят из довольно редкого сейчас издания московского 81-го года. Я открою тебе откровенное слово. Сборник переводов на русский язык разного рода аккадских текстов. И что же нам здесь повествуется? Повествуется о том, как опять-таки боги по не очень понятной причине решают устроить поток, совещаются и все тот же Эя, бог мудрости, который является патроном напишите, выдает ему их божественный замысел. Говорит он, правда, осторожно, хижина, хижина, стенка, стенка, он не обращается к нему напрямую. Вот. И он говорит ему, что надо построить корабль, и спасаться, спасать себя. Что и делает дальше. Вот напишите, причем он еще учит, Эя учит, вот напишите, тому, как объяснить людям, что он строит корабль. Он их должен обмануть, потому что всех спасти все равно невозможно, и поэтому он должен обмануть и сказать, что вот я знаю Иллиль, Иллиль, бог ветров, меня ненавидит, поэтому я не буду больше жить в вашем граде, а над вами он прольет обильно дождь и будет богатый урожай. И попыта, что это является своего рода антитезой известному уже роминистическому мидрашу, касающимся истории о потопе, где Ноах пытается как раз обратиться своим соотечественникам к людям со словами увещания, с тем, чтобы они раскаялись, пока не наведен потоп. Здесь ровно противоположное. Итак, создается этот корабль, подробно рассказывается, что туда было внесено, и на этом корабле есть капитан, есть команда, и вот во время потопа этот корабль плывет, потоп продолжается гораздо меньше времени, чем библейский, всего 7 дней, 7 ночей, вот, и когда наконец море успокаивается, вот напишите, открывает окно, отдушину, и видит, что все человечество стало глиной. он плачет, и наконец попадает на некоторый остров. Корабль останавливается у горы Ницир, то есть южнее того места, где вроде как останавливается ковчег Ноаха, у горы Рарат, вот, и любопытно, опять же, что и Утнапишти, подобно Ноаху, выпускает птиц проверить состояние суши, можно ли выходить, он отправляет голубя и ласточку, и борона, это немножко отличается от того, что мы читаем в Торе, и потом, выйдя, он совершает воскурение, и боги, как сказано, чуют запах, и как мухи собираются к приносящему жертву, чтобы поесть. Кстати, до этого рассказывается о том, как они горюют из-за того, что они устроили потоп, и тем самым облекли себя на голод, после чего, после все это заканчивается тем, что боги решают больше потоп не наводить, а вот напишите ему, Энлиль и его жене даруют вечную жизнь, а как он говорит, доселе вот напишите был человеком, отныне же вот напишите нам богам подобен. Ну и на этом мы сделаем некоторую остановку, есть еще пересказ этих историй у вавилонского священника Бероса, уже в более позднюю эпоху, он пересказывает шумерские эпосы Зиасудри. Так или иначе, мы видим одни и те же мотивы, один и тот же сюжет, который мы наметим некоторые центральные точки этого сюжета. Во-первых, уничтожение водой. Уничтожение водой это в каком-то смысле превращение мира в первозданный хаос, в то самое Тогу Вавогу, с которого начинается повествование в Торе тоже. любое сотворение мира начинается с усмирения вод или как бы с установления границ морю, а потоп это как бы возвращение к исходной точке, и поэтому всеобщее уничтожение противоположно творению мира. во всех текстах есть некоторый замысел, божественный замысел навести этот потоп, и во всех текстах есть некий избранник, который удостаивается спасения. Как мы видим, в текстах месопотамских этот избранник, по крайней мере, в случае напиштима, становится в конечном счете бессмертным. Есть и некоторые дополнительные детали, которые тоже совпадают. Значит, все это указывает как раз вот на характеристику мифа, как я попытался определить некоторое судьбоносное формообразующее событие в истории человечества, в данном случае в истории человечества, носящий универсальный характер, возвращение в первобытный хаос, новое начало, возрождение. При всем этом, когда мы говорим о библейской истории, вот анахи, мы замечаем естественным образом ряд очень важных отличий, которые наводят на мысль, что библейский текст находится в некоторой связи с месопотамскими традициями, он их знает и в каком-то смысле их оспаривает. Ну, понятно, что первое, что здесь приходит в голову, это единобожие. Нет совета богов, которые решают навести поток, есть один бог, один бог, который это решение выносит, и он же его исполняет. Он же есть тот, кто сообщает избраннику о том, как спастись. Если в месопотамских историях это всегда некий штрехбрехер, который нарушает конвенцию и рассказывает своему любимцу, как спастись, тем самым нарушая клятву богов, естественно, в танахической истории все это одно лицо. Кроме того, второе очень важное отличие, на которое я хочу обратить внимание, это моральная подоплека. В месопотамских историях есть правда в эпосе об Атрахасисе есть некий намек на то, что возможно потоп не следует наводить из-за того, что люди злы. Но это как бы некоторая своего рода оговорка в середине, а как основная причина, как я уже говорил, там приводится то обстоятельство, что люди мешают богам спать. отдыхать. Мы видим, что танахический текст подчеркивает, что потоп был наведен вследствие испорченности то ли всего живого по одной версии, то ли конкретно человека. На самом деле, в это я сейчас сдаваться не буду, но танахическая история о потопе не является неким единым целым. она по крайней мере содержит в себе две соединенные истории, по-разному рассказывающие о потопе, хотя и близко друг к другу, но все-таки по-разному. И вот две разные причины, но обе они носят этический характер, потому что бог не наводит потоп только по своему капризу, а делает это исключительно по соображению воздаяния. Концепция воздаяния ставится во главу угла. И наконец третий момент, тоже принципиальный для магического текста, для текста Торы, это утверждение, что человек не может нарушить, преодолеть границу бессмертия, кто бы он ни был, и он остается смертным. Он остается смертным, но смертен и умирает как все. Хотя и в эпосе о Гильгамеше Гильгамеше в результате не удается обрести вечную жизнь, но по крайней мере напишите это герой, который становится полубогом, если не вообще богом. И это связано с принципиальным взглядом, который выражается в целом ряде текстов Танаха на то, что не следует затушевывать границу между небесным и земным. Отличие между богом и человеком состоит прежде всего в том, что человек смертен. А иногда, как мы знаем из классики, внезапно смертен. Есть, конечно, и исключения, но эти исключения либо находятся на периферии, как, скажем, история об Ильяу, либо они так рассказываются, что не очень понятно на самом деле, что имеется в виду, как то в Торе в генеалогическом списке упоминается Ханох, книги Берешит, о котором можно вроде как заключить, что он не умер, а его взял бог, во всяком случае в эпоху второго храма создаются традиции и тексты, которые рассказывают о бессмертии Ханоха и о том, что он был взят живым на небо. Но в принципе это скорее те исключения, которые свидетельствуют о правиле. Даже такой человек, как Муше смертен, умирает. Не зря впоследствии опять же в ровнистическом Медраше появляется такой мотив попытка Муше избежать смерти, его борьба с ангелом смерти. И не только Муше, это рассказывается и про царя Давида. Таким образом получается, если мы подытожим этот виток, что библейский текст, библейский текст, текст Торы о потопе является как бы своего рода антимифом в чем-то. Он тоже имеет мифологическую природу. Он отвечает тем характеристикам мифа, тому определению, которое мы пытались сдать, но при этом он находится в явной полемике с языческими традициями, в данном случае с месопатамскими традициями, которые были известны. Любопытно, что, скажем, Гильгамеш упоминается, во-первых, в Кумране, например, в той же фрагментах, дошедших там на арамейском языке из книг Ханоха и в некоторых торгумах. Так что это были известные сюжеты, бродячие сюжеты, которые дошли и до библейских авторов. Это что касается мифа. Это что касается мифа. Я хотел привести пример такого текста. В следующий раз мы приведем другой пример, тоже из Торы. пока я не перешел к тексту историческому. Есть ли какие-то вопросы, замечания? Опять же, повторяю, можно меня прерывать, когда есть желание. Маленькое замечание, просто может быть, я не права, но у меня такое ощущение, что все же характер двух историй немножко разный, что если в одном действительно сильно подчеркнута моральная причина, вина человека и попытка наказать, исправить что-то, то во второй, поскольку там человека нету, там, где и руки упоминаются, а только сказано, что земля испортилась и вся плоть искривилась, то там это как бы морально оно где-то почти не чувствуется, я бы сказала. Вот все испортилось, нужно исправиться. Вот такое ощущение. Ну, хорошо, может быть, сам по себе термин моральная подоплека, он не совсем точный, это вопрос действительно спорный, но во всяком случае, опять-таки, причина, что такое ишхит от дырко, как бы мы это ни понимали, это некоторое выражение отклонения от того пути, который бог наметил, и это неизбежно приводит к карательной наказанию, поэтому в этом смысле можно говорить о моральной подоплете, но с чем-то близком, да, Миша? Я правильно понимаю, что миф это реальная история, только разукрашенная? Я бы так не сказал, опять же, что значит реальная история, только разукрашенная? Я только сказал, что во многих мифах может содержаться определенное историческое зерно, в частности, например, предполагается, что был такой реальный царь, которого звали Гильгамеш, но при этом это не более чем зерно, а сам по себе рассказ абсолютно не связывает себя с какой-то реальной действительностью, даже если определенные реалии упоминаются, скажем, какие-то места, какие-то города, но характер этого рассказа таков, что он по определению не подлежит верификации, какому бы то ни было историческому анализу. Это текст вольный, который, повторяю, повествует о неких глубин, представляет собой некоторую глубинную рефлексию об основных событиях прошлого, как они культурным сознанием воспринимаются. А насчет того, что реалия разукрашенная, я бы так все-таки не определял миф. ввод. Значит, я сейчас закрою этот текст с вашего разрешения и перейду к второй части, которую я приготовил. Я хотел добавить это самое можно за счет мифа и это самое. Я хочу сказать, что история России это споршной миф сегодня, когда читаем. И надо далеко идти 2000 лет назад. Российская история это споршной миф в итоге оказывается. хорошо. Опять же, у каждого народа есть свои исторические мифы. Я сейчас не буду вдаваться в древнерусскую историю и как там это описывается начало. ну конечно в известном смысле это тоже некоторое мифологическое повествование до определенного момента. Так вот, если я перехожу сейчас я сейчас перейду в другую книгу, а именно в книгу Млахин и представлю вам сейчас текст хорошо известный о том, что произошло во времена царя Рахабама сына Шломо во время царствования которого согласно рассказываем в Танахе разделилось царство на северное и южное. Теперь говорится о том, что в пятый год его царствования на него пошел войной Шишак, он же Шишенк или Шишонг египетский фараон лицо вполне реальное считается, что он был одним из основателей 22 египетской царской династии как раз начало ее вторая половина 10 века до новой эры и некоторые полагают, что одной из причин его похода являлась поддержка Шишаком северного царства. Согласно Танаху, именно у него нашел политическое убежище Еравам сын Невата первый царь Израиля Северного царства. И он там пребывал у Шишака и Шишенка пока не умер Шлумо. И после этого он возвращается в Израиль и дальше происходит раскол. Значит, книга Млахим рассказывает о том, что вообще Ерахавам сын Шлумо был царем весьма так себе и унаследовал возможно худшие черты своего отца Шлумо. Шлумо к старости, как мы опять же читаем в Танахе, поддался влиянию жен и народок и ввел чуждые культы в Иерусалиме, в Иудее. И вот Хавам продолжает в этом же направлении. И потом как бы автор книги Млахим после того, что дает общую характеристику Рахаваму, рассказывает об этом походе Шишака. Как бы возможно он пользуется некими аналами, например, какими-то аналами, почерпнутыми из царских архивов. И рассказывает он о том, что Рахавам был вынужден, дабы откупиться от Шишака и не допустить падения Иерусалима, выдать ему сокровища храма, царские сокровища, и вынужден был отдать ему золотые щиты, которые сделал Шлумо, вместо которых потом были сделаны медные. На этом, собственно говоря, повествование книги Млахим завершается. Важность этого повествования состоит в том, что это первое повествование Афтанахи, которое частичным образом, повторяю, верифицируется, потому что у нас есть источник, дошедший до нас из Древнего Египта. Это некая надпись в храме Амона в Карнаке, где описывается поход Шишака или Шишенко на в наш регион. Надо отметить, что как раз Иерусалим в числе городов, которые пытаются захватить Шишак, не упоминается. И вообще, и это противоречит той теории, что Шишак напал на Рахавама с тем, чтобы поддержать раскол и царя Иерусалима. Поскольку большая часть городов, которые он захватывает, как раз находится на территории Израиля, не на территории Иудеи. Что касается Иудеи, то это в основном пограничные города с Израилем. Так что до конца как бы смысл его маршрута и почему он согласно по крайней мере этой надписи Шишак обходит Иерусалим, нам непонятно. Некоторые предполагали, что возможно с тем, чтобы гармонизировать эти два сообщения, одно в книге Малахим, а другое в этой египетской надписи, что именно то обстоятельство, что Рахавам удалось откупиться от Шишака и привело к тому, что Иерусалим не упоминается в числе городов, на которых Шишак пошел войной. Хотя это и представляется странно, но для нас существенно вот что, что с одной стороны нам рассказывается о некоем реальном историческом событии. Это уже не миф, оно вполне реальное, оно известно даже в годы, когда это происходит, где-то 925 год до новой эры. событие рассказывается в довольно нейтральном тоне, как бы рассказанном в книге Млахим совершенно не очевидно, что автор, рассказывая об этом событии, предполагает, что оно является чем-то закономерным, тем, что должно было произойти во времена Рахавама. он достаточно таким деловым тоном это пересказывает. И здесь мы видим, опять же, это та проблема, с которой мы столкнемся еще и в дальнейшем, что даже тогда, когда у нас есть параллельные источники, которые рассказывают об известных нам событиях из Танаха, очень часто мы находимся в затруднении, потому что эти рассказы не соответствуют друг другу. То есть есть определенная общая канва, но при этом, когда речь идет о каких-то довольно существенных подробностях, оказывается, что соответствия нет. И вот в данном случае соответствия нет в том, что касается Иерусалима. Как раз Иерусалим не упоминается среди городов, атакованных Шишаком, хотя упоминаются некоторые города вблизи от Иерусалима, например, Бейт-Хорон, Гивон, но не Иерусалим. Значит, вот как бы пример исторического, короткого, исторического повествования в Танахе. Теперь мы отсюда перейдем к тексту книги Деврея Мим. Книга Деврея Мим является как бы если смотреть на нее поверхностно, своего рода пересказом того, что повествуется главным образом в книгах Шмуэля и Млахим. Но как всегда с такого рода пересказами разумеется просто пересказывать совершенно бессмысленным. Пересказывает он это для того, чтобы внести некоторые существенные изменения и рассказать об этом со своей точки зрения, введя определенные концепции. Вот мы сейчас убедимся, посмотрим, как же автор книги Деврея Мим рассказывает о походе Шишака на Иерусалим. Я тут не поместил конец главы одиннадцатой, где рассказывалось о том, что первые три года правления Рахавама он усиливался, к нему стекались из Израиля беглые когены и левиты с тем, чтобы служить в храме, а затем на четвертый год, судя по всему, когда он окончательно укрепился, произошло вот что. когда он усилился, укрепился, то он оставил Тору Господню. Это как бы та вилка, начало которой положено в книге дворин, в которой многие вещи в дальнейшей библейской литературе создаются. Если ты будешь благополучен, всегда есть опасность того, что ты забудешь о Боге и будешь считать, что благополучие есть результат твоей собственной силы и мощи. Кохи в оцимьяди асалиет хаэ лазэ так говорится в книге дворин. Моя сила и мощь доставили мне все это благо. И это приводит к тому, что человек забывает о Боге и оставляет его учение. Когда Деврея Мин говорит о Торе, он вполне возможно уже подразумевает Пятикнижья, потому что в его времена текст Пятикнижья уже был в общем канонизирован. Но главное для нас следующее. Именно исходя из этой посылки объясняет автор Деврея Мин поход Шишака. На пятый год после того, что Рахавам возгордился, Шишак поднялся и атаковал Иерусалим, он добавляет здесь фразу, опять же, которой нет в книге Млахим, ибо они изменили Господу. Он добавляет также, это тоже существенный момент, некоторые количественные соотношения. в войске Шишака 1200 колесниц, ну, это по тем временам величина очень большая, весьма большая, 60 тысяч коней, а уж воинов вообще нет числа. К тому же к нему присоединились всякие наемники, лубийские, ливийские, какие-то сукиские, эти суки им, суки им, неизвестно ниоткуда больше. И вот он атакует укрепленные города в Иудее, доходит до Иерусалима, и тут на сцене появляется пророк, который тоже не упомянут в книге Млахим, пророк Шмая, он его не придумывает, пророк Шмая появляется и раньше, и в самой книге Млахим, пророк Шмая это тот пророк, который уговаривает Рахавама не воевать с Иеравамом, сыном Невата, ибо Богом предназначено разделение царств. А здесь же Шмая обращается к Рахаваму и к его вельможам и говорит им, что вы получаете наказание за свой грех. Атем Атем Азавтем увидел, что они смирились, тогда он снова обращается к пророку Шмая, говорит, поэтому я их не уничтожу из-за того, что они смирились, я оставлю им остаток, не пролью на них свой гнев, они лишь будут слугами, рабами у Шишака. И тогда они познают разницу между служением земным царством. И дальше уже автор книги Девуриямин пересказывает близко к тексту то, что мы видели в книге Млахим. То есть все технические подробности, как Ирахавам вынужден был откупиться от Шишака. Впрочем, по другому пониманию речь идет о том, как бы не до конца ясно в тексте книги Млахим ворвался ли Шишак в Иерусалим и он ли забрал все эти сокровища или как некоторые полагают это была попытка Рахавама откупиться от него. И Рахавама как бы дальше все повторяется в соответствии с книгой Млахим но последняя фраза опять же из новшества автора книги Девраеми когда смирился Рахавам то гнев Господень отошел от него и не уничтожил его ибо а в иудее были еще за иудеи числились добрые дела что мы здесь видим мы здесь видим некоторое некоторую трансформацию исходного рассказа таким образом что текст начинает выражать концепцию воздаяния это является принципиальным моментом для книги хроник книги написанной судя по всему в первой половине четвертого века до новой эры значит один из столпов его это концепция немедленного личного воздаяния и поэтому ни одно отрицательное событие не может произойти если ему не предшествовало преступление любое отрицательное любое несчастье любое какое-то трагическое событие происходящее на земле иудеи есть обязательный результат воздаяния поэтому он рассказывает нам о грехе Рахавама как причине похода Шишака которого послал сам Бог при всем этом подчеркивается что несмотря на то что армия Шишака колоссальна тем не менее тем не менее по желанию Бога эта армия может быть мгновенно остановлена и возникает вопрос так что же это за текст перед нами что автор делает с текстом книги Млахим в сущности пересказывая его он его толкует толкует объясняет духи тех концепций которые его глазах являются совершенно необходимым средством понимания текста и в этом отношении я с некоторой осторожностью но все-таки попытаюсь определить этот текст как мидраж протомидраж протомидраж евреямин как протомидраж как текст целью которого является истолковать исходный источник истолковать достаточно вольно в духе тех принципиальных концепций которые находятся в его арсенале вот таким образом мы привели сегодня три примера трех этих жанров мифа истории и мидража дальше мы будем если это будет интересно то дальше мы будем идти по текстам я буду выбирать определенные фрагменты начиная с тор и далее и обсуждать их природу их историческую природу в какой степени можно говорить об этих текстах о текстах историографических что это миф история мидраж ну и в конце концов мы придем к некоторым надеюсь придем к некоторым выводам ну вот я как бы свое время исчерпал как раз час прошел так что если я вижу что что-то пришло в чате я сейчас посмотрю спасибо спасибо от меня тоже вот значит если есть какие-то вопросы то сейчас самое время их задать ну можно я еще раз задам вопрос пожалуйста конечно ну мы знаем как допустим консервативное направление иудаизма относится к этим всем вещам я не буду об этом сейчас пока говорить может быть потом сам скажете но были какие-то другие кроме этого то есть были какие-то научные или я не знаю как это сказать попытки я понимаю так что те кто толковал или вообще еврейские мудрецы как бы как будто ничего не знали о существовании мифов разных вещей похожих на те которые имеются в таре они не сопоставляли их совершенно да то есть нет такого крайне мере я не встречал я не знаю а вот из более поздних толкователей вот те кто занимается экзогетикой кроме того что есть есть какие-то авторы которые пытаются объединить вообще все это как определенный подход вот именно то что вы говорите об этом связи мифа и медраша и истории значит ну скажем так что касается мудрецов как бы раввинистического периода то они не занимались как правило такого рода сравнениями потому что тексты эти не были им доступны когда они были доступны те или иные тексты то они как бы не смущались и вполне могли что-то с чем-то сравнить вот что касается современной эпохи то есть такое понятие внутри библейская интерпретация значит этим много занимаются занимаются различные исследователи вот как бы я не думаю что тот подход который я демонстрирую является чем-то уникальным значит как бы это вещи которые что называется носятся в воздухе этим занимаются иногда по отдельности иногда соединяя значит сказать что это вокруг этого создана некоторая единая система я поостерегусь вот но монографии и статьи на эту тему писались а Миша у меня сложилось вот какое впечатление что разница между мифом медрашем и историей и реальной историей она какая-то размытая то есть есть реальная история и есть комментарии значит в мифе это много комментариев и немножко реальности в медраше хеце-хеце а в истории больше то есть реальности и немножко комментариев то есть разница это очень плавная я правильно понял значит так я с самого начала сказал что не всегда границы легко будет определить но все-таки я бы хотел уточнить и сказать что мифологические тексты они как правило не являются исходно интерпретацией других текстов хотя это тоже возможно и можно конечно усмотреть например в Танохическом рассказе о потопе своего рода если угодно медраж по отношению к месопотамским мифам о потопе но в принципе это не какая-то сложившаяся система толкования исходного текста значит медраж по определению которую я пытался дать это рефлексия рефлексия по отношению к тексту не по отношению к той или иной действительности даже если эта действительность как бы так сказать аисторическая не эмпирическая но все-таки некоторая действительность о которой рассказывается рассказывается значит медраж это Это жанр, привязанный к другому тексту. Он толкует другой текст. И в этом, на мой взгляд, разница между, скажем, текстом книги Дибриамин, например, и теми текстами о потопе, которые мы рассматривали в начале сегодняшнего разговора. Что касается истории, то, опять же, это действительно не всегда очевидно. Мы и дальше увидим, что границы размыты. Но, скажем так, то, что мы видели в книге Млахим, это некоторое повествование о реально произошедших событиях, по-видимому, почерпнутые из каких-то источников, аналогов. И в них не видно стремления, некоторые рефлексии по отношению к этим источникам. Попытка их каким-то образом переосмыслить и подать иначе. По крайней мере, у нас нет возможности это увидеть. Когда мы сравниваем Дибриям и Млахим, мы это видим. Еще какие-то вопросы, замечания? Натан, вроде бы тогда будем завершать сегодня. В чате вроде тоже сейчас ничего больше нет, если больше нет вопросов. Натан, ты слышишь? Я хотел спросить. Да, если. Вот. То, что я имел в виду, наверное, Шнитман, когда спрашивал. Есть такое понятие как мифологизация каких-то событий, исторических событий, исторических персонажей и так далее. Есть процесс мифологизации, который передается устно. То, что хотел сказать Шнитман, что даже близкая история, какие-то персонажи столетней давности, о которых уже множество мифов. В данном случае мифологизация и даже израильской, военской истории, другие, которые очень часто можно слушать и в печати о том, что вот складываются мифы о каких-то исторических образах или событиях. Так вот, здесь как-то вот хотелось бы от тебя услышать вот это разделение. Вот миф и мифологизация, может быть, это я правильно выражаю. Значит, опять же, ну, есть, конечно, некоторые общие черты, не зря поэтому это так называется, но все-таки есть и некоторое довольно важное различие. Значит, здесь речь идет об обрастании некоторых событий, реально известных нам из истории, какими-то легендарными подробностями и постепенно как бы исчезновение реальной исторической основы. Значит, в отличие от этого, те мифологические тексты, о которых я говорил, они исходно, исходно говорят о вещах, которые как бы не подлежат рассмотрению в рамках исторического дискурса. Рассказ о потопе – это не что-то такое, что произошло, а потом обросло мифологическими подробностями. Таких потопов могло происходить множество в древности. Это некоторое, ну, так сказать, как бы суперсобытие, некоторая вселенская катастрофа, о которой повествуется, и поэтому процесс здесь не такой, что было некоторое событие, которое потом обрастает легендами и исчезает. Так я, по крайней мере, это вижу. Да, конечно, если мы говорим о таких вот событиях, как там всемирный потоп и космогонический миф вообще, мы о себе решили, то здесь это одно. Но в самом, допустим, торе пятикнижей у нас есть много таких сюжетов, которые можно расценивать как в моих глазах мифологизация какого-то события, допустим, когда там земля раскрыла уста, поглотила короха, или когда была амова ослица говорит человеческим голосом. Еще можно произвести разные новые примеры, такие события фантастические, и можно ли это расценивать как мифологизация чего-то, что происходило? Я в этом не убежден, я в этом не убежден, я не вижу это таким образом. Но мы рассмотрим некоторые истории Сторы, в том числе в следующий раз, посмотрим на них, как их можно воспринимать. Я бы не взялся отделять здесь некоторую историческую основу от мифа. Что касается земли, открывающей свои уста, это явный миф, который, конечно, некоторые комментаторы пытаются понимать как своего рода метафору, и реально истолковое то, что там происходит. Но, в принципе, это миф, миф преисподняя, как бы заглатывающая преисподняя. Это очень известный древний мифологический образ. Спасибо. Ну что, Натан, мы подошли сегодня к концу. Тебя не слышно, Натан, тебя не слышно. Видно, микрофон выключен. Слыха, всем спасибо за участие в первом занятии. Я надеюсь, что это было всем полезно. Спасибо Давиду. До следующих встреч и шаббат шалом. Шаббат шалом, по-видимому, не мидв. Шаббат шалом – это реальность. Окей. Поздравляю вас с реальностью. Шаббат шалом. Гуд шабес. Лучшая реальность мира. Пока. Пока-пока. Продолжение следует.